Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я сделал видео по интеграции Slack с Осана, ссылка на плейлист по Slack в описании и открыл для себя много нового и интересного. Честно говоря, я не использовал всех возможностей интеграции и прикоснувшись к этому меня теперь распирает поделиться. Так что сегодня про интеграцию с Zoom, а потом сделаю еще про что-нибудь, что мне покажется востребованным. Если у вас есть права на добавление приложений, то вы можете установить Zoom на весь аккаунт или только себе. Лучше конечно ставить на весь. Потом участникам все равно, правда придется его включать, но уже в один клик. И авторизация в Zoom. Так, тут получается путаница с аккаунтами, у вас такого быть не должно. У меня просто тут какие-то тестовые аккаунты заведены. У вас почти точно аккаунт в Slack привязан к той же почте, что и Zoom. Короче здесь нужна авторизация в Zoom на том аккаунте, который вы хотите подключить к Slack. И авторизоваться. Нас поздравляют с тем, что интеграция свершилась. В приложениях появился Zoom и так же, как и в случае с Асаной, короткий мануал по командам чат-боту. На самом деле, в отличие от Асаны, работа с Zoom, на мой взгляд, ограничивается одной командой. Slash Zoom. Но я расскажу про все. Итак, Slash Zoom. Выбираете человека, с которым хотите связаться и в качестве сообщения ему набираете Slash Zoom. Все. И вот такое сообщение он получает. Единственная конференция у вас не запускается на автомате и хотя вы сами ее создаете, вам к ней нужно присоединиться. Хотя в вашем случае правильнее сказать запустить конференцию. Ну и соответственно человек, к которому вы пишете, также должен присоединиться к конференции. А вот я сейчас присоединяюсь с другого компьютера и все нормально. Вот он пишет, что нас двое. Мне кажется, это очень удобно. Больше никаких ссылок, никаких лишних действий. Написали Slash Zoom, поговорили. По окончании он пишет, что конференция прошла и сколько в ней было участников. И то же самое вы можете сделать не в приватном чате, а в канале. Причем сначала лучше всех пригласить, чтобы пришел notification, а потом создать ссылку на Zoom. Ну или сначала создать, а потом пригласить. Если вдруг не будет запускаться, интер надо нажимать два раза. Честно говоря, остальные команды, как я говорил, уже не так актуальны. Zoom Meeting Topic запускает конференцию с названием. Это, наверное, для особо аккуратных организаторов, которые любят, чтобы все было правильно и благообразно. Я к таковым не отношусь. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не смог возгордиться человек. Откуда цитата? Пишите в комментариях. Сейчас, я думаю, большинство зрителей возгордились, потому что цитату узнали. Тогда вот вам следующее. Да, наши стрелки в метро не похожи на встречи на Эльбе. А это откуда? Так, вернемся от высокой литературы к высоким же технологиям. Следующая команда Zoom Join. То есть присоединиться к какой-то конференции. Предположим, что нам прислали ID. Теоретически это все можно сделать и из Zoom. Тут уже никакого упрощения нет. Я думаю, разработчики просто решили немножечко, что называется, повыпендриваться. Типа мы и так можем. ID в квадратных скобках и Join. Причем тут он еще и не срабатывает, потому что у меня Zoom лежит в трее. Это удобно, смотрите скринкаст по секретам Zoom, ссылка в описании. То есть это удобно само по себе, но в связке со Slack уже не так удобно. По количеству действий, по-моему, так даже больше получается. В общем, не буду я рассматривать все остальное, чтобы не занимать у вас время. Мне кажется, что единственная востребованная команда это Slash Zoom. Но зато команда эта очень удачная и она полностью оправдывает те полторы минуты, что вы потратите на интеграцию Slack с Zoom и те четыре минуты, что вы потратили на просмотр скринкаста. А я еще раз напоминаю, что Slack есть у нас по программе Тепло Диджитал. А значит со скидкой для НКО в описании ссылка как подключить. И более того, даже Zoom есть у нас в программе Тепло Диджитал. И это, конечно, очень приятно. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.